Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки Ниндзи Легенды. Ну что же, у нас турнир закончился, заберите свой приз и напомню, сегодня у нас ребята вторник. В понедельник, к сожалению, из-за работы я не смог записать серию. Так, ну что, наш любимый Рокстеди и к тому же ребята, мастер 3 звезды, то есть награда будет фуловая. Забираем. Так, сюрикены, 50 ДНК на Рокстеди, кролик, 90 золотых осколков и 75 платиновых, то что доктор прописал, как говорится. Ну что, забираем здесь награды и бежим сразу же сюда. Так, нам нужно будет сразиться, пройти серию испытаний. Так, подожди, а в магазине? А что в магазине? В магазине только пак могу открыть. Бесплатненький. Так, давай-ка мы его получим. Дальше мы зайдем в предметы. Так, тут у нас пока все голяк. Ага, здесь мы можем с тобой приобрести ДНК на Шинигаме. Берем. А, по жетонам, ребята, к сожалению, пока глухо. Нам не хватает всего лишь 10 жетонов для того, чтобы добрать 3 последних ДНК на Леонардо видение. Ну что ж, попробуем как можно быстрее получить. Так, что я хотел посмотреть? А, Бибоб Кролик. Сколько мне нужно еще ДНК для того, чтобы его прокачать? Вот что я хотел глянуть. Слушай-ка, ну в принципе, ребята, всего лишь 9 ДНК. Побыстрее бы события на него было бы. Так, ладно. Мы с тобой сейчас будем в боях драться. Так, сплинтер. Нам нужно прокачать. Так, не хватает трех вот этих шляп. Три шляпы нужно. Три. Да что ты, вы специально что ли мне не даете? Я не могу понять. Так, одну получил. Вторая. И последнюю дайте мне, пожалуйста. Вот, третья. Три шляпы есть. Хорошо. И нужно нам 10 номеров. 10 номеров. Раз. Два. Три. Так, четвертый выпал. Пятый. Слушай, неплохо. Ну давай, давай, давай. Шестой. Еще четыре. И вот как всегда начинает вот это вот. Ага. Так, сколько? Еще три, да, нужно? Теперь два. И последний. Все. По-моему, все, ребята. Да, прокачиваем до четвертой ступени. До четвертой ступени. Ё-моё, тут пять кукол Дарума. Плюс путь какой-то там непонятный сканер. Так, восемь биноклей и десять кружек. Но это уже в следующей серии, ребята. Начнем с вами искать. Потому что здесь мы уже все выполнили. Нам нужно поднять уровень персонажа и пройти серию испытаний. Ну давай, серию испытаний по-быстренькому с тобой пробежимся. Как ты понимаешь, сегодня буста у нас не получится. Потому что понедельник, как говорится, мы продинамили. Точнее, продинамил его я. Ну, потому что, ребята, я работал. Я вчера работал. Я не мог никак снять серию. А сегодня вторник. Сегодня уже, как говорится, все сидят на своих местах. Будем продвигаться с тобой медленно. Но зато гарантированно то, что нас теперь уже не скинут так легко и быстро. Будем продвигаться, конечно, потихоньку-полегоньку. Зато отыграем всех своих персонажей, надеюсь, сегодня. Как говорится, не потратив откатов. В общем, все будет хорошо. Так, давайте мы с тобой, наверное, вертушку сделаем. От Усаги. И посмотрим, что там. Ну, в принципе, неплохо. Так, добьем, наверное, с тобой Змейка Вьюна. Так, и Паукуса. Дрон. Все. Все, ребята. Получаем награды. Ну и что? Начнем с арены, наверное, как всегда. Кстати, надо посмотреть, что у нас там будет разыгрываться. Я что-то как-то не обратил внимания. Что у нас на этой неделе будет разыгрываться? Так, в бой. Вау! Друзья мои, кролики! Слушай, ну это круто. Кролики нам нужны. Поэтому эта неделя, конечно, тоже будет значимая для меня и для вас, я думаю. Так, слушай, надо поднять уровень персонажа. А у меня сколько мутагена? 15 тысяч. Кстати, по поводу кроликов. Давай-ка посмотрим, где они у меня и сколько нужно нам ДНК. Так, друзья мои. Если мы проходим эту неделю на 3 звезды, а я больше чем уверен, что 3 звезды у нас будет, мы получим с вами апгрейд. Мы кроликов прокачаем до 4-й золотой звезды. Это будет круто. То есть, как ты понимаешь, наши персонажи потихонечку прокачиваются в топчик. Вот у нас Пит, конечно, отстает очень сильно. И Би-Боб классический. Да. Отстают. Они пока еще в серебре. А, еще вот, Кужеголовый. Ой, е-мое. И Шреддер, и Роксли классический. Блин, а я думал, что у меня мало персонажей в серебре. А оказывается, достаточно еще. Ну что же, давай, наверное, прокачаем кого-нибудь легенького, да? Ну, например... Например, вот Майки. Пускай будет 55-м уровнем. Забираем здесь награды. И переходим с тобой, естественно, сразу же на арену. Друзья мои, на... Кстати, подожди-ка, по событиям что у нас? Так, космические странности. Плюс... Армагеддон будет Армагоша разыгрываться. Космические странности. Так, это же, по-моему... Да. Те самые черепашки-ниндзя космические, которые нам нужны. А День Дони? Ну, тут Донателло, да? То есть, получается, нам нужно Дони Космос. Получить ДНК на него. И... Ролевой, видение. И все, в принципе, да? Да. Ну, это все уже потом, как говорится. Сейчас турнир. Вступайте и сражайтесь. Естественно, будем вступать и сражаться. Вот. Слушай, а вдруг дадут 11-12? Не, вряд ли, конечно. На старте дадут тебе 11-12. Ёлки-палки, они 11... Вот. Вася. Ну что же, Вася, давай. Погнали. Приступим, как говорится, к разбору полетов. Раз, два, три. Василий. Так, кто у нас там? Тоже Дони, да? Ролевой. Ванюша. И Лео. Погнали. Кисло. Ну, что это за детские удары, а? Скажи-ка мне на милость. Давай, Дони. Красава, красава. Тут, конечно, он хорошо сделал, да, ребята? Он сделал свой удар, постепенный урон повесил. И, естественно, когда дошла очередь ходить врагу, они просто все осыпались. Так, ну что, мы с собой переходим. Ага. Мы не переходим. А я тебе говорил, чтобы устануть сегодня не получится. Мы даже с Лиги Воинов не могли перекинуться сразу на две звезды. Да. Значит, быть нам сегодня, наверное, в самураях, скорее всего. Бен. Быть нам сегодня в самураях. Я не знаю, получится ли до Сёгунов добраться. Мы, конечно, попробуем. Но что-то мне подсказывает, что... Закатай-ка Рей Губу. Будешь сидеть в самураях три звезды. Это максимум, что сегодня тебе светит. Хотя... Я не знаю, ребята. Посмотрим, насколько от нас оторвались наши противники. Насколько они быстро обустанули. Пока, вроде бы, мы с тобой идем вообще без каких-либо проблем. Но это понятно. Тут первые битвы, они, естественно, так и будут на изи проходиться. А дальше? Дальше уже будет интереснее. Так, ну что, Войн две звезды. Позиция у нас 59-я. Окей. Так, выбираем с тобой... Отойдите мне 12-13. Тут уже таких, ребята, бустов фиг ты дождешься. Ну, давай хотя бы 11-12. Так, я вижу, я вижу, ребята. Это Мирон. Это у нас Мирон. Ранг противника, как ты видишь, 18-й, 19-й. У нас 35-й, 36-й, 37-й пошли уже. То есть, пока никакого сопротивления мы с тобой здесь не увидим вообще. Ну-ка, из бластера. О, Кирби рассыпался сразу же. Так, нейтрализатор оглушен. Колоночка. Бумс. И добиваем с тобой Макмана. Все, ребята. Прекрасно. Уже хочется, знаешь, более такие равные поединки. Потому что здесь, ну, как с детишками разбираемся просто. На изи. Так, воин. Ё-моё, я думал, сейчас хотя бы воин 3 звезды. Шиш там. О, как все запущено, друзья мои. Как все запущено. Мы с тобой будем... Да, действительно, наверное, в самураях сегодня находиться. Так, 11-12. Яна. Давай, Яночка. Так, у нее 2 Леонарда. И плюс Ванюша. Блин, ну, то, что кролики разыгрываются на этой неделе, это, конечно, меня порадовало. Ребята, на них очень тяжело искать ДНК. Ты это прекрасно и без меня знаешь. И то, что мы с тобой можем урвать такой шанс. Вау. Шпар, это не кисло. И то, что мы можем с тобой урвать такой шанс. Именно получить на них ДНК. Причем, сколько там? 45, по-моему, да? По фулке, если брать. До 4 звезды мы сразу прокачаем. Так, воин 3 звезды. Ну, а там уже дело за малым. До 5 звездочки уж как-нибудь потихоньку, полегоньку доберемся. Мне бы, конечно, моих персонажей из серебра в золото всех перевести абсолютно. Потому что, ну, как-то не солидно смотрится это все, да? Уже сколько мы с тобой играем? Почти 3 года в эту игру. И, оказывается, еще есть серебряные персонажи. Ни за что бы не подумал, что вот так вот может быть в игре 3 года и... Хе. Ну, да. Не все так просто. Ну, в этом вся и прелесть, ребята. В этом вся и прелесть. Я вообще не люблю, когда все вот так вот на изи. Люблю, когда что-то собираешь. Потому что, ну, каждая маленькая даже победа или приобретенный каждый персонаж, как-то вот, знаешь, радует. Если когда вот на взломке, ну, никакой радости нет от игры, вот поверь мне. Это как раньше на компьютерах, помнишь, артмоником взламывали игры? Еще савдеповские там. И радовались там, особенно в стратегиях, когда там фармили золото или там ресурсы. Я вот никогда этого не понимал, ребят. Вот серьезно говорю. У меня вот друган, он постоянно на этом артмонике сидел, взламывал и радовался. Вот, я игру прошел. Я говорю, как ты ее прошел там за 2 дня? Если я там на ней сижу уже неделю там на одном уровне там. Да и вот так-то. Но он пока не говорил мне, да, что он пользуется этим. А потом я к нему пришел, а он там втихаря взламывает. Я говорю, братюнь, разве это круто? Круто, когда ты проходишь сам, а не когда ты ее взламываешь. И вот с тех пор, ребята, как-то вот не люблю я ни взломки, ни читы, ни коды. Ничего такого. Конечно, обидно, что бывало такие моменты, что забрасывал в игру из-за того, что ты ее не можешь пройти. Хотя на взломки можно было бы. Ну вот, не знаю, ребята. Не приучен. А сейчас, видишь, как хитро сделали? Сейчас взломки так таковой нету, но зато есть донат. То есть, если ты хочешь как-то бустануться или улучшить свой прогресс, ты можешь просто заплатить деньги. И тебе дадут море плюшек. Ну, я тебе скажу следующее. Плюшки плюшками, ребят. Ну, чем дальше в лес, тем больше дров, ты понимаешь, да? Ну, бустанешь ты, стартанешь, не кисло. Но дальше ты встрянешь опять. А так как ты привык все это быстро, или тебе хочется, да, там, какое-то превосходство, преимущество перед твоими, там, противниками, врагами. Естественно, ты еще вкладываешь деньги. Опять ты бустишься. Ну, в общем, ребят, тут каждый выбирает свою дорожку сам. У кого есть деньги, и кому их не жалко, естественно, тот может играть и взломки, и, я не знаю, там, донатить. А кто не может или из принципа не хочет, тот, конечно же, играет честно. Честно, как всегда, ты понимаешь, это очень тяжело играть. Это в любые игры. Абсолютно в любые игры. Особенно, которые предназначены именно для телефонов. Потому что здесь абсолютно все, все игры предназначены для выкачивания, грубо говоря, денег из тебя. Или просмотр миллионной рекламы, ребята, чтобы получить там какой-нибудь один брюлик или еще что-нибудь, да? Так, ну-ка, Е. Вот поэтому мы в черепашки с тобой так долго и играем. Но зато ты сам видишь, прогресс налицо. И человек, который, например, хочет что-то там для себя подчеркнуть, я думаю, что из трехсот там скольких-то серий, он может для себя подчеркнуть, ну, практически все, что ему нужно. Здесь, ребята, разобрано вдоль и поперек. От А до Я. Чуть ли не каждый персонаж, ну, я имею в виду на данный момент, который у меня имеет офигенную прокачку, да? И который там по скиллам. А сколько еще предстоит, ребята, разобрать? Сколько еще предстоит сравнить? Так что еще много чего тут можно наделать, натворить. Так, давай-ка мы добьем их, наверное, всех. Крэнк, давай. Мне вот не нравится, как он дает маленькую вот эту вот бомбочку, да? И пройдя через вот этого робота, на выходе огромный просто снаряд вылазит. Причем, который делится на каждого врага. Так, ребят, мы с вами только в элиту три звезды добрались, ты представляешь? Как у нас все это долго идет? 13-15. Ну, я так и думал, что мы, наверное, с тобой все-таки остановимся где-то на самураях. На самураях, дай бог, на трех звездах. Хотя, что-то я сомневаюсь. Максимум, наверное, две звезды. Ну, завтра можно будет еще подринкать, в принципе, да? Уже, наверное, дойдем с тобой до Сегунов. Ну, а там уже и до мастера, как говорится, рукой подать. Правда, я не уверен, ребята, потому что, опять же, ты понимаешь, работа. Два дня работать, и как бы это минус из графика. Надо как-то бустовать. А он не получается, этот буст. Так, тихо, подожди, ребят. Что-то тут не то творится. Ну-ка, поджигай их, Рокстеди. Всех. Молодец, красавчик. Постепенный урон, постепенный урон было написано, да? То есть, он повесил все-таки на них. Ну, что ж, двигаемся дальше. И вот за эти коротенькие выходные надо успеть, ребята, отыграть практически во много игр, да? И в Волухов надо поиграть, потому что там у нас сейчас событие. Его нужно побыстрее как-то пройти. Плюс акулята у нас, да? Голодные акулы. Я так понял, ребята, в две части будем играть, потому что очень много просьб и в ту, и в эту сыграть. Ребята, я уже не стал их делить. Будем проходить, ну, играть в две части сразу. С разными интервалами, конечно, но будем. Так, погнали. Ну, что ж так слабенько-то? Вот, крысиный король, ты меня что-то подводишь здесь. Вот, если честно. Давай, наверное, сделаем с тобой что? Дебаф, я думаю. Так, минус, вот, и дрон. Кто-то спрашивал, где 200 дней зомби-апокалипсиса. Ребята, пока фармлю, пока фармлю, потому что, ну, ты сам видел, да, какой там босс пришелец. Его невозможно практически победить. И вот я свои там отряды отправляю, как говорится, на вылазки, чтобы они фармили мне атаку, урон, крит, скорость. В общем, вот это все. Мне кажется, без этого мне просто там не пройти. Да, в элите три звезды, я офигею, ребята, как медленно мы с вами идем. Вот почему важен буст именно понедельничный, потому что там даже если тебя и сбросят, ты в любом случае, ну, минимум будешь в самураях. А уже на второй день, ты прикинь, вот мы с тобой сейчас играем, играем. Я уже практически пол команды отыграл, да, пол своих персонажей. Я еще даже в самурая не залез. Жестко, конечно. Так, удар по земле. Нормуль. То есть сейчас мы посмотрим, куда я перемещусь и перемещусь ли я вообще. Ну-ка, покажите мне, пожалуйста, статистику. Ну, наконец-то, ребята, самурай, одна звезда. Нормуль. Так, я вижу 14-17. Это у нас Дэйв. Уровень 41-39-38. Но я думаю, что этой командой, в принципе, мы должны справиться. Естественно, у него сейчас будет ходить Карайка плюс Майки. Да? Ну да, скорее всего, так и будет. А, у нас Алапекс. А я не думал, что Алапекс очень хорошая инициатива. Теперь буду знать. Жух. Неплохо так. Ну-ка, Майки, давай. Свои шарики. Так, минус Майки, да? Бросим баллончик, наверное. По красоте. И остается один Донни. Давай его вот так вот. Пилотирование. Подбили. Слушай, мы даже не дали им шанса сходить. А я думал, что они будут все-таки ходить первым. Потому что у них Карайка и Майки был. Мы знаем, что инициатива у них довольно неплохая. Но, видишь, мы тут перебили их. Так, позиция у нас 28-я. Я думаю, через этот бой мы с тобой уже все-таки окажемся в самурае 2 звезды. Так, и тем более есть у нас Ромайн, который дает нам 14-17 кубков. Так, 38-й, 40-й. Нормуль. Нормуль, нам этого хватит. Уже, как ты видишь, 60-е уровни пошли. То есть, тут даже не получится сравняться. Мы здесь будем с тобой опережать противника на 10-20 уровней, как минимум. Потому что при бусте, когда мы с тобой вот начинаем только играть, да, мы там догоняем. Иногда сталкиваемся с равными. И вообще бывает, что мы сталкиваемся с довольно сильными персонажами. Это на ранней игре, где мне приходится брать просто имбу. Так, что нам сделать здесь? Наверное... А, у них ускоряха стоит. Тогда берем с тобой провокацию. Так, поехали. Угу. Прекрасно. Макман, успокойся. Минус Монда Гека и добиваем с тобой Макмана. Все. Нормуль. Отлично отыграли. Двигаемся с тобой, естественно, дальше. И я надеюсь, сейчас все-таки мы в Самурай 2 звезды. Но... Да. Так, 90-я позиция. Слушай, ну вот мы сейчас с тобой... Должны добраться... Ну, не через этот бой, конечно. Может быть, бой 2 или 3. Мы должны будем с тобой добраться до Лиги Самураев 3 звезды. Ты представляешь? Это мы с тобой сделаем тот результат, при котором бы у нас был... Если бы мы вчера, например, бустанули бы с тобой, да? Мы бы бустанули, добрались бы до Лиги, там, например... Сёгунов 3 звезды, может быть, до Мастера 1 звезды. И сегодня бы мы, когда начали бы играть, например, да? У нас прогресс был бы на Самураях 3 звезды. Из расчета того, что нас сбросили. То есть мы бы с тобой сегодня бустовали бы от Самурая 3 звезды. А так как мы понедельник с тобой продинамили, да? И я только сейчас доберусь... Если вообще доберусь... До Самураев 3 звезды. То есть, ну ты представляешь, да? Вообще, к чему я клоню? Я клоню к тому, что понедельник, как именно... Скачок, рывок для прогресса, он очень-очень нужен. По возможности его не пропускай. Ты можешь пропустить вторник, например. Но понедельник лучше тебе использовать по полной программе. Потому что это как бы стартовое начало твое. Так, хорошо, хорошо, ребята, идем. Так, давай-ка я, наверное, пробафаюсь хорошенько. Замечательно. Так, надо здесь вырубить кого? Наверное, майки. Так, отлично. Змей-кальвин, добивай их всех. По красоте. Ну что же, прыгаем с тобой дальше. Посмотрим, кстати, сейчас на какое место мы приземлимся. Так, ну да. Самурай, три звезды, мы получим с тобой. Хотелось бы, конечно, все было перебраться, если честно. А может быть, даже и получится. Хотя персонажей уже... Ой, как мало, ребята. О-о-о-о, все, ребята, тут вообще засада полная. Там еще, по-моему, одна боевка. Это максимум, что мы с тобой можем выжать. И смотри, мы с тобой уже, да, 80 уровень, а противник 45-й, 46-й. То есть, все заняли свои ниши, да, где, в принципе, и должны находиться. То есть, слабые персонажи, естественно, находятся на слабых местах. Сильные персонажи находятся на сильных. Это, в принципе, так и должно быть. А в понедельник и сильные, и слабые начинают с нуля. То есть, как говорится, с самой начальной точки, а потом уже поднимаются повыше. Так, ну что, самурая 3 звезды, 89-я позиция. И мы с тобой, так, 14-19 не дадут мне случайно здесь? Наверное, не дадут. Ладно, Махмед. Раз, два, три, четыре, пять. Слушай, ну, в принципе, я сделаю откат, так уж и быть. Три от Катика сделаю, чтобы отыграть вообще всех персонажей. И я думаю, что сегодня мы все-таки зацепим с тобой одно из событий. Вот только я не знаю, какое лучше взять. Мы, наверное, с тобой возьмем... Не где у нас День Дони, да? А где у нас нормальные там персонажики. Так, этот в инвиз, естественно, уходит. Другого и быть не могло. Я вообще не понимаю, зачем он уходит в инвиз, если он остается всего лишь один. Да? Для чего он это делает? Прекрасно же понятно, что ты остаешься один, в инвиз уходишь, тебе все равно видно. Ну, это ладно, на его совести, друзья. Так, ну что, мы с тобой получаем 60-ю позицию. И отыгрываем с тобой. И отыгрываем. Не дают мне почему-то 14-19 или 15-19 должно быть. Я вот пытаюсь проролить. Ага! Во, 15-19, ребят, нашел. Раз-два. Давай вернем, наверное, Армагона с тобой. Плюс Усаги. И здесь же возьмем, наверное, Супер Шредера. Все, поехали в бой. Так, ну и что тут у нас с тобой находится? Да, в принципе, ничего страшного нету. Сейчас Усаги всех, наверное, тут и порвет, в принципе, да? Один. Ну вот, вот и прекрасно. Так, что у нас там с тобой тогда получается? Куда мы с тобой... Ну, как ты понимаешь, самураи, да? 32-я позиция. Все, ребят, это максимум, что я сегодня выжил. Если бы мы сыграли в понедельник с тобой, да? Мы бы сейчас именно, наверное, от этой точки начали бы движение. То есть у нас бы... Я зашел бы, я бы был в лиге самураев 3 звезды. И мы бы с тобой сегодня доходили бы, наверное, до... До Лиги Мастеров. Ну, до Лиги Сегунов 3 звезды так точно бы. Так, ну что, давай теперь с тобой будем определяться по поводу испытаний. Так, Космические Странности. Это у нас Черепашки, да? Да, наверное, мы все-таки их посмотрим, кого нам дадут здесь. О, друзья мои, мне дали супер-пупер имбу. Это все мои самые-самые сильные персонажи, которые у меня только есть в игре. Ну, что же тут скажешь? Пойдем за Космическими Черепашками. Первый уровень, естественно, я буду выставлять на автобой, потому что, ну, нет никакого смысла здесь, ребята, что-то... Какую-то там стратегию измени меня. Вырабатывать. Тут просто валим всех налево и направо. Он нам только попадается. В конце у нас там будет, по-моему, Армагон. Я даже не знаю, стоит ли вообще его бомбить. Последний этот эпизод. В принципе, стоит только лишь из-за одного, ребят. То, что мы сможем потом с тобой там фармить космических Черепашек. Насколько я помню, там... Ну, там будет еще Армагон, конечно, присутствовать. Но это уже, как говорится, другой вопрос, да? Тут мы с тобой получили Джастина. То есть, самое-самое, как говорится... Самый смак начинается у нас с четвертого эпизода. Потому что тут уже начинается Рафаэль. Ну что ж, давай, пошли. Естественно, тут тоже, друзья мои, все на автобое будет. А, тут еще и грибочки эти противные, да? Будут, значит, нервировать меня. Так что сегодня мы с тобой одно из испытаний пройдем. Завтра уже нам останется пройти второе. И потом ждать только пятницы, когда у нас произойдет... Произойдет открытие платинового, да, события. Там тоже, кстати, нужно будет немножко пошуршать, позарабатывать, как говорится, элементы нужные нам. Ну что тут на три звезды, тут и понятно, да? Это сейчас мы переходим, чтобы на третье событие. Так, третий эпизод. И после него уже начинается отсчет. Отчет, ребята, именно на космических черепашек. Ну и Армагошу в конце все-таки, да, наверное, попробуем. А что попробуем? Я думаю, мы справимся. Ну ты сам посмотри, у нас персонажи с тобой. Кроме Супершреддера, да? Остальные все, ну, прокачанные по соточке. Кто тут что может сделать? Блин, надо будет Супершреддер как-то тоже прокачать. А то девяносто первый уровень, как говорится, ни туда, ни сюда. Хотя бы девяносто пятый, чтобы красиво выглядело, да? А лучше вообще соточка. Так. Все-все падают, ребят. Тридцатый уровень. Естественно, они для нас, я не знаю, как вата. Разбираем и не морщимся. Ну что ж, переходим на первую черепашку. Это, по-моему, Рафаэль, насколько я помню, да? Который будет у нас космический. Да, Рафаэль, Лео, Майки и Дони. Погнали. Жалко, конечно, что дают по одной ДНК. Было бы, конечно, приятнее, если бы давали бы хотя бы по две. А лучше бы был такой режим, да, ребята? Изи. Одно ДНК. Нормал. Две ДНК. Хард. Три ДНК. Супер Хард. Пять ДНК. Вот так было бы вообще круто. То есть ты начинаешь проходить испытания. Ты знаешь, что на начальных уровнях все довольно легко и просто для тебя, да? Ты ставишь, например, там Супер Хард. Да. Ты за победу получишь там пять ДНК. Ну, противники там, например, сотового уровня. Ну, предположим, да, с фулл прокачкой. Вот это было бы классно. Во-первых, ты бы уже так на изи не играл бы, да? И все время бы у тебя подгорало постоянно, потому что ты не знаешь, чего от них ожидать. Но оно того бы стоило, потому что пять ДНК все-таки было бы на кону. Ну, так, опять эти рестлеры. Граниторы. Как его там? Трек. Так они выглядят именно здесь почему-то, ребята. Все. Ну, тут, понятное дело, мы их распинали с полтычка. Так, переходим с тобой на следующее. В общем, мы заработали с тобой ДНК на нашего Рафаэля. А у нас космические черепашки... Постой-ка, погоди секунду. Я просто хочу кое-что посмотреть. У меня космические черепашки не прокачаны вообще, что ли, ни одна из них? Так, Дония. Нет, Дония не прокачана. Рафик тоже. Майки, естественно, тоже не прокачан. Да, ребята, ни одна космическая черепашка у меня не прокачанная. Вообще. Поэтому в наших интересах, на самом деле, здесь проходить все и фармить, фармить и еще раз фармить. Потому что очень много ДНК нужно для них, ребят. Очень много. Потому что ни одна из них не прокачана. Понимаешь? На пять звезд даже не прокачана. Я уже молчу про платиновый ранг. Так, ну-ка давай. Кто-то мне писал в комментариях, что, кстати, вот эти вот маузеры, да, кролики. Они чуть ли не самые сильные персонажи в игре. Поставьте, пожалуйста, плюсик, если кто-то считает так же. Потому что я почему-то немножко сомневаюсь. Неужели маузеры будут круче, чем армагон? Если это так, то я умываю руки, ребята. Мы тогда, естественно, с тобой прокачиваем кроликов и будем отжигать по полной программе. Но почему-то я все равно немножко сомневаюсь, что они будут круче, чем армагон. У них там что? У них получается одна массовая атака, да? Луч. И все, по-моему. Остальные обычные удары. Так, ну что, Майки Космос, ты готов? Он готов, поэтому погнали. Тут четыре волны. Так, Майки. Потом кто у нас там? Майки и, по-моему, последний Донателло, да, будет? Донателло. И после Дони уже будет армагон. Так, сегодня у нас, ребята, планируется что? Ну что, сегодня у нас планируется после черепашек дракон и всадники Олуха. Потом, скорее всего, голодные акулы плюс голодные драконы. На втором канале сегодня, наверное, будет продолжение мальчика-монстра. Вот, и по поводу гоночек, наверное, еще что-нибудь для нашего гоночного канала. Поснимаем. Не знаю, будет ли на это время, но попробую что-нибудь все-таки заснять. Отлично. Ну что, Победушка здесь, естественно, за нами, и мы с тобой двигаемся дальше. Мы получаем ДНК на... Кого? На Леонардо или на Майки? На Майки. Так, и остается, значит, тогда Донателло. Кстати, вот здесь, ребята, если фармить будем, да, здесь вот почему-то именно два ДНК разыгрываются. Два ДНК, это очень даже хорошо. Здесь опять у нас будут боссы. Трек и Гранитор. Ну, я думаю, здесь какой? 70-й уровень, но мы порвем их, по идее. Шреддер, конечно... А, у него двойная атака, все, понял. А почему... А, с него сбили. Я думаю, почему-то странно. Вроде кастанул себе броню, а ее не показывают. Потому что сбил этот лучом. Да, так, вон, видишь, уже Армагоша тоже поставил на себя броню. Минус. Вот зачем он это... Вот не понимаю я, ребят. Когда их толпа, он ничего такого не делает. Когда он один, они начинают свои суперудары применять. Странный, конечно, алгоритм здесь. Так, ладно, ушатали одного стрелозада. Усаги просто рвет всех на изи. Так, это у нас четвертая волна. Это предпоследие, получается. Вот они стоят. Так, Шреддер делает сердцебиение. Усаги что? А, месть? Окей. Он вместе убивает просто майки. Так, Раф берет провокацию. Ну, вот это можно было бы, конечно, и на боссов оставить, если честно. Так. Ну, а вот сами боссики, ребята. Давай посмотрим. По крайней мере, я не переживаю за Армагона и за Супер Шреддера. Потому что, ты видишь, у них стоит броня. А вот за черепашек я маленько переживаю. Особенно за майки. Интересно, он додумается сделать здесь уклоняшку. Так. Ага. Ага. Да что ж вы распля... А, молодец, молодец. Молодец, Усаги. Он делает вертушку. Вау. Двоих. С вертушки. Ну, в принципе, ему оставалось их добить там. В общем, все круто сделано. Ну что, последний бой у нас с тобой. И я так думаю, мне придется, наверное, самому играть. Потому что здесь... Боссик все-таки будет посложнее маленечко. Эпизод восьмой. Погнали. Эй, как ты видишь, там восемьдесят пятые уровни. Пять волн. Ну, вначале я поставлю, чтобы они сами играли, конечно же, ребят. Хотя, не, нифига, нифига. Давай-ка я лучше сам здесь бомбану. Нифига, они двойную атаку себе поставили. Прикинь. Эй, крысы. Харе. Буяний-то. Так, Рафаэль, ты сейчас будешь ходить у нас или кто? М-м-м, Армагон. Так, Лео. А у этого еще и контратака стоит. Ты прикинь? Ну-ка, давай. Все, нормуль. Добиваем. Переходим с вами на вторую волну. А здесь у нас мутированные белки. Давай вот так, наверное, сделаем с тобой. Отлично. Атаку мы им понизили, так что можно не волноваться. Шердер, что-то... А, у тебя постепенно урон висит. Все, он уже исчез. Так, вторая волна проходится на изи. Двигаемся дальше. Так, стрелки, да? Ну-ка, давай валуном. Чпок и готово. Нормулька. Так, здесь у нас... Ага. А, это предпоследняя волна. Все, я понял. Я понял. Можно было бы, конечно, их вертушкой сейчас всех наказать. Наверное, так и надо было делать. Или вот так даже, да? Блин, нет. Не будем пока делать. Надо Армагона бить. Что ты делаешь-то? Ай-яй-яй, суперсердер. Надо было Армагона нам с тобой бомбить. Я же больше уверен, что он не упустит шанс метнуть в нас свой валун. Если мы, конечно, сейчас... Ага, все. Заблокировали. И уничтожили еще, к тому же. Так, Лео из бластера. Так, Рафа добьем с тобой? Да, добьем. Так, теперь майки. А, это Донни. Ё-моё, какой ты майки Донни, конечно же. Не, Лео, ты зря. Хотя он меткость понизил. Меткость понизил. Ну, чё? Делаем с тобой все вот эти вот бонусы, бафы. Которые нам с тобой сейчас пригодятся против этих боссов. Я не могу понять, сколько у суперсердера там здоровья, по-моему. Не видно. Так, ладно, эти сейчас дурочки у нас тут. Рукопожатие там, все дела. Ого, вот это как. Я не знаю, ребят, давайте, наверное, с вертушки начнем все-таки. С массовых атак. Ого. Ну-ка. В плане, а почему поэтому не поп... Не понял, юмора. А почему поэтому не попало? Странно. Очень странно, друзья мои. Хм. Ну, все равно. Мы их, конечно же, победили. Но почему по нему не прошел удар? Вот это для меня, конечно, было очень странно. Там даже не было написано, по-моему, промах там или еще что-то. Просто как будто мимо. Так, ну что, друзья мои. У нас с вами 23 сыра. Есть возможность кого-нибудь вытянуть. Так, какой бой? Зачем мне бой? Я говорю, вытянуть. Ну, не осколки же, е-мое. Ну, что же вы, вот, издеваетесь-то. Кружка, блин. Да, ребят. Ну, в общем, сыр мы с тобой потратили. Так. Ну что, мне остается идти бомбить за кадром, ребята, осколки. Ну, а мы с вами будем закругляться. Увидимся уже в следующей серии. Будем проходить день Дони. Потому что здесь тоже, извини меня, космический Донателло, а он нам нужен. Так что, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Продолжение следует...